Я строгий работник агробелогорья. Приложу все силы, чтобы был урожай. Объясню доступным студентам-практикантам, что нужно посеять, как убрать, как жать. Ирина Мелехова работает в агропромышленной компании, учится в аспирантуре, преподает студентам агродисциплины. Для будущих коллег она поддержка, защита и массовик-затейник. В Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме Яковлевского района Ирина председатель правкома. В этом году со студентами участвовала во всероссийском конкурсе профсоюзных агитбригад. Мы были первыми, кто поехал от нашей области. Молодой специалист, человек, которому не безразлична жизнь ребят. Я помогаю им организовывать работу жизни в общежитии. Какие-то творческие мероприятия мы проводим совместно. Это моя обязанность помогать ребятам, помогать своим коллегам. И профсоюзная деятельность для меня очень важно. А это Антонина Андрусик. Она специалист по работе с клиентами филиала «Белгород Энерго». В профсоюзе почти три года отвечает за культурно-массовый сектор, организует акции, а также тренинги для своих коллег по решению трудовых споров. Мы разбираем реальные ситуации, которые в дальнейшем помогают предотвратить и предотвратить и предвидеть трудовые разногласия между работником и работодателем. Ну и как-то стараемся их избежать и мягко отойти в рамках закона. Для работника важно понимать и знать, что он не останется один и что найдется такой орган, который сможет его защитить. Участники прошли четыре испытания. Представили автопортреты, дискутировали над темой, связанной с работой профсоюзов, демонстрировали знания трудового законодательства и свое умение работать в команде. Такие смотры – это еще и новые знания. Они знакомятся между собой, они знакомятся с нами, с областным объединением. То есть мы помогаем по самым различным вопросам – юридическое, социальное и так далее. Делимся опытом. И дальше идет работа отсюда уже, берут опыт и уходит все в районы. В профсоюзных организациях региона сегодня состоит более 300 тысяч человек. Треть из них – молодые специалисты. В этом конкурсе самые активные и инициативные достижения каждого берут на заметку. Мы, естественно, их замечаем, обозначаем, заносим в резерв, обучаем на различных уровнях, включая и высшую профсоюзную школу, Академию труда и социальных отношений. То есть мы заботимся о будущем, готовим себе профсоюзную смену. По итогам конкурса студенческим профсоюзным лидером стала Диана Клосс из Староскольского медицинского колледжа. А звание молодого профсоюзного лидера 2017 получила Антонина Андрусик. Теперь она представит нашу область на уровне ЦФО в 2018 году. Продолжение следует...